Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня приглашаю вас сначала на кухню. Мы будем готовить обед. Будем готовить запеканку с картофелем и с фаршем. Картофель я уже почистила. Нарезаю вот такими не толстыми, не совсем тонкими кружочками. Сразу в форму. Картофель присаливаем. Все хорошо перемешиваем. Можно добавить по вкусу любые специи, которые вам нравятся. Я не буду ничего добавлять, просто присолю картофель. Хорошо нужно размешать, чтобы соль разошлась. Распределяем по форме. Далее на картофель выкладываем фарш. Произвольно фарш я солить не буду, потому что он у меня уже с солью, с приправами, с перцем. Если же у вас фарш не солен, естественно, так же можете добавить любые приправы, которые вы любите, и слегка присолить фарш. Фарш слегка приминаю. Далее нарезаю лук полукольцами. Теперь лук жмем руками, вот таким образом, и распределяем по фаршу. Остальную часть картофеля в миску нарезаю, так же кружочками. Присаливаем картофель. Так же можно здесь добавить какие-то приправы, которые вы любите. Как я уже сказала, я не буду добавлять. Хорошенько всё перемешиваю. И выкладываем сверху. Теперь готовим заливку. Заливку вообще со сметаной, но можно сливки, если нет сметаны. У меня тут сметаны немножко совсем осталось, поэтому я в этом ведёрке и буду делать, и добавлю немного сливок. Можно майонез, тут уже знаете, как вы любите, как вам нравится. Ну, я слегка немножко добавлю сливок, чтобы мне хватило залить. И добавлю немного вот такого шашлычного соуса. Он остренький, будет вкусненько. Всё это хорошо перемешиваю. Солить не буду, потому что картофель мы подсолили. И соус тоже он солёный, острый. Много сильно заливки нам не надо, чтобы у нас запеканка не получилась такой кашей, потому что и картофель сок даст, и лук, и фарш сок даст. Всё хорошо перемешали. И теперь заливаем наше блюдо. Накрываю фольгой и отправлю запекаться. Топ, когда я не попаду с авиатором. И опять, вау. И здесь я смотрю в том, чтобы у вас был в другом. Вот так вот, я делаю. Ну, конечно же. Попробуем, что я делаю. Вот так вот, как, просто я делаю. Так вот, я делаю все, что ты делаешь я делаю. Так вот, я делаю все. Смотрите, я делаю. И это всё, как я делаю. сегодня попробовала вот этот кофе сварила вы знаете, мне понравился в пачке он прям так пахнет ну, такое кажется хардкоровский но нет, вкусный кофе кстати, мне понравился там, по-моему, еще одна пачка была девчонки, 200 рублей на акции он стоил в пятерочке если вот успею я еще такой возьму хороший кофе, мне понравился так что берите на заметку даже семерочка но тот кофе, который вот у меня был пятерка была я полторы ложечки на чашку засыпала а этого я ну, мерная ложка у меня я мерную ложечку засыпала вот этого кофе и хорошо, мне понравился вкусный не горький абсолютно насыщенный, вкусный, приятный вкус самое время убраться на кухне здесь у меня кастрюля и тарелки из подманной каши замачивала и вот немножко они покисли сейчас нужно все это помыть ну, думаю, тут говорить больше нечего смотрите, мотивируйтесь приятного просмотра смотрите, мотивируйтесь как у меня Пришел мой последний заказ, крайний заказ с Valbris. Я заказывала, это повторный заказ, это стиральный порошок, я уже его заказывала. Тут наклейка заклеена, разорвала пакет, чтобы вам показать. Может быть, кто-то не видел тех видео, где я его показывала и тестировала. Вот так он называется, здесь 10,5 килограмм германский порошок. Он концентрированный, вот этих 10,5 килограмм хватает на 140 стирок. Я нашла на Valbris точно по такой же цене 9 килограмм миф-аква-пудра. Сначала хотела его заказать, но потом посмотрела, что миф-аква-пудра 9 килограмм всего на 60 стирок. А здесь на 140 стирок, 140 стирок 10,5 килограмм. Порошок концентрированный, он вот даже в упаковке, чувствуется от него запах. Но он выстирывается отлично с белья, не остается этого, знаете, бывает иногда от порошка такой прям термоядерный запах. Нет, абсолютно нет. По качеству стирки мне он очень понравился. Он экономичный. У этого порошка я засыпаю 75 грамм. У меня ложка мерная 25 грамм. 75 грамм засыпаю этого порошка. Даже не 75 грамм, 75 миллилитров. Вот такая ложечка мерная у меня по 25 миллилитров. Я 3 такие ложечки засыпаю. И вполне этого хватает. Он в машинке стиральной, он не пенится. Ну, совсем чуть-чуть там пенки. Это очень хорошо, потому что пена в стиральной машине портит. Этот же порошок, он практически не пенится. Короче, качество стирки мне очень нравится. Знаете сами, что у нас вода просто ужаснейшая. Если белое стирать, ты белого белья не получишь. И вообще жесткая очень вода. Но вот этот порошок справляется на ура. Я очень довольна. И теперь мне его надолго хватит. И буду вам рекомендовать. Я уже ссылку оставляла. Девчонки, видео было. Кто не смотрел, было видео, где я тестировала этот порошок. Показывала и отбеливатель показывала. Короче, кому интересно, посмотрите. Порошок буду однозначно рекомендовать. И ссылочку вам оставлю. По плану мне сегодня нужно постирать. Перед стиркой всегда сортирую белье. Никогда не стираю все вместе, либо что как попадется. Все по кучкам сортирую. Вот четыре кучи насортировала. И пятая у меня в корзине с грязным бельем белая лежит. Но предварительно буду это все замачивать. Запускаю стирку. И пойдемте сейчас вам покажу пустые баночки, которые я насобирала за январь. Вы только посмотрите на эту милоту, красоту. Кто тут у меня лежит, лапки сложил? А, чей такой мальчик? Да, Бозечки, да, Бозечки, не трогайте меня. Спит, лежит. Красавчик мой. А сам подглядываешь тихонько там маленько, да? Маленько подглядываешь. И сегодня во влоге я еще вам покажу целый пакет пустых баночек. Это вот то, что в январе у меня насобиралось. Так, первый пакет. Такой пакет. Хотела вам показать туалетную бумагу. Я показывала вам в покупках. В Светофоре я покупала. Релакс трехслойная туалетная бумага. Восемь рулонов. Сейчас они изменили немножко дизайн. По-моему, фиолетовое что-то стало. Девчонки, хорошая, вполне бумага. Нормально, мне понравилось. Дальше. Закончился калмогон. И, к сожалению, его уже давным-давно не привозит Светофор. И у меня он закончился. Отличная вещь. Добавляю при стирке. Хорошо смягчает жесткую воду. Частин закончился у меня. Вот этот оранжевый частин. Очень мне понравился. Восемь в одном. Классно очищает унитаз. Я и пол мою добавляю. Нравится мне. Покупала я в фикс-прайсе. Хорошая штука. Я вот теперь постоянно беру вот именно оранжевый такой частин. Ну, вот вообще. Тебе надо в кадр вот всем телом, да? Эй. Закончилось средство для мытья стекол от Просепт. В Леруа. Покупала хорошее средство. Мне понравилось. Хорошо отмывает стекло, зеркала. Не оставляет разводов. Ну, естественно, я стекла мою с тряпочкой для стекол и зеркал от Фаберлик. И вот в тандеме работает вообще отлично. Белизна. Тоже постоянно ее покупаю в светофоре. Хорошая штука. Пятновыводитель плюс отбеливатель. Добавляю при стирке цветного, белого. Хорошая вещь. Мне нравится. Закончился гель для стирки. Вот такой большой объем трехлитровый. Вот именно вот этот вот, вот эта фирма, именно вот этот желтый гель мне очень понравился. Хороший гель для ежедневной стирки. Ну, не слишком загрязненные какие-то вещи. Без каких-то там въевшихся пятен. Хорошо отстирывает. Хороший гель мне понравился. Не знаю, какая сейчас у него цена. Я брала на акции. Цена была очень выгодная. И гель мне понравился. Именно вот этот желтый. Для всех типов белья, для всех типов тканей. Персоль. Ну, не один пакетик закончилось. У меня много пакетиков. К сожалению, в фикс-прайсе он подорожал. Но на каких-то маркетплейсах я смотрела, он стоит еще дороже, чем в фикс-прайсе. И хорошая альтернатива персоли – это перкарбонат. Он стоит намного дешевле. Заказать можно на Валборис. Я там и заказываю. Закончился ополаскиватель для белья Е-Делюкс. Мне очень нравится именно вот этот аромат. Конечно, он жидковат, но у него цена хорошая – 1300 мл. Покупаю в фикс-прайсе. 149 рублей, по-моему, стоит вот эта бутылка. Мне очень нравится аромат. Он такой приятный, ненавязчивый. Нормальный ополаскиватель. Закончились таблетки для очищения посудомоечных машин. В комплекте здесь три таблеточки шло. Очень удобно, что эти таблетки можно добавлять прямо во время цикла мытья вместе с посудой. Если покупать гель для очистки посудомоечных машин, то машину нужно запускать пустую, без посуды, на цикл мойки. А здесь можно прямо при мытье посуды добавлять таблеточку. Но если гелем можно очищать раз в три месяца, по-моему, то вот эту таблеточку нужно каждую неделю. Ну, опять же, сами смотрите, как часто вы моете в посудомойке и так далее. Таблетки хорошие, мне нравятся, но получается небюджетно, если каждую неделю нужно добавлять их. Тут уже выбирайте сами. Закончилось масло для волос. Мне нравится это масло для волос. Здесь, по-моему, 60 мл. Заказываю на Алиэкспресс. Это уже у меня не первая бутылочка. Очень классное масло. Мне оно очень нравится. Рекомендую. Попробуйте. Оно, во-первых, очень приятно пахнет и хорошо, прямо отлично ухаживает за волосами. Отличный блеск придает и так далее. Закончился шампунь DAF. Интенсивное восстановление. Мне нравится этот шампунь. У меня шампуни, ну, я не скажу, что очень много, но 3-4 вида у меня различных шампуней, бальзамов, масок и так далее. Но и DAF мне тоже вот этот нравится. Покупала я в светофоре. Он стоил очень бюджетно. Большой объем. 380 мл. Приятный запах. Хорошо увлажняет. Хороший шампунь. Также закончился у меня вот этот крем-гель для душа DAF. Очень приятная консистенция. Не сушит кожу. И очень приятный аромат. Мне очень нравится вот этот аромат. К сожалению, сейчас его тоже нет. С светофоре уже давным-давно. С светофоре он стоил, по-моему, что-то около 80 рублей. Мужской дезодорант Акс. Свежесть нон-стоп. Сын пользуется. Хороший дезодорант. Приятный запах. Дезодорант Old Spice Beer Glove. С медведем вот этот. Гелевый. Ну, как лично мне, он... Пахнет он очень приятно. Но, как лично мне, не очень. Подростку, да, нормально. Как мужу, и я пробовала его, вообще нет. У него запах не, вот знаете, не такой, не мужской. Вот как ядреный такой есть мужской. Он очень приятный, такой свежий, с какой-то легкой сластинкой. Аромат, да, а как держит, не очень мне понравилось. Закончился дезодорант Леди Спитстик с ароматом арбуза. Ну, нормальный, обычный дезодорант. Ничего плохого сказать не могу. Мужской дезодорант Рексона закончился. Кобальт 48 часов. Вот Рексона мне нравится. Ну, как мне, мужу нравится. Он хорошо держит. И очень приятный аромат. Также закончился еще вот такой дезодорант All Spice. Он тоже, по-моему, гелевый, да. Ну, вот знаете, гелевые дезодоранты мне не очень нравятся. Это сын им пользовался. Сыну, вот как подростку, ему нормально. А как вот мужу и себе, ну, даже себе, вот я имею в виду, вообще гелевые, ну, не очень, как-то не очень нам заходит. Девчонки, пластырь у меня закончился. Вот этот перцовый пластырь. Покупала в фикс-прайсе. Очень хороший пластырь. Очень хорошо греет. Не отваливается. Хорошо держится. Пластырь хороший. Рекомендую. Цена у него тоже бюджетная. И в аптечке он, как бы, всегда мне пригождается. У меня часто болит спина. И я спасаюсь этим пластырем. Хороший перцовый пластырь. Так, что тут у нас закончилось еще? Спрей-освежитель воздуха «Энергия Тибета». Ну, уже про этот освежитель воздуха говорить ничего не буду. И скажу, единственное, с белой крышкой, который, он намного такой интенсивнее, ароматным. Ну, поприятнее такой. И как-то он в воздухе держится подольше, чем вот этот. Этот более легкий. И он, ну, более такой свежий, что ли. Но немного различается. Мне больше нравится с серой крышечкой, который. Марсюш, не лезь, пожалуйста, в пакет. Любопытный ты. Аромат «Мока». Аромат, боже, я заговариваюсь. Освежитель воздуха с ароматом «Мока». Очень мне понравился. Лентовский аромат. Он был... Короче, девчонки стоил он меньше 200 рублей. Сейчас он стоит дорого. Я вот была в ленте, когда стоит дорого. Но аромат очень приятный. Прям, ну, это вот альтернатива вот такому аромату. Очень приятный аромат. Мне он очень понравился. Но, к сожалению, вот цена на него стала тоже маленько кусаться. Закончился у меня вот такой тоник. Свежесть, увлажнение, упругость. Гиалуроновый тоник от Vitex. Мне очень нравится вот этот тоник. Тоже это у меня уже не первая бутылка заканчивается. Очень приятный аромат. Во-первых, хорошо освежает кожу лица. Мне нравится. Хороший тоник. Что еще нужно? Патчи для кожи под глазами закончились у меня. Синана заказывала на Алиэкспресс. Здесь 60 штук. Хорошие патчи. Мне они понравились. Там достаточно много сыворотки. Закончился у меня вот этот бальзам от Faberlic. Девочки, это у меня уже не первая, третья, по-моему, бутылка. Очень мне нравится вот этот бальзам, как на лето. Но у меня чуть-чуть оставалось. Но тут срок годности у него заканчивается. И до лета он бы не долежал, поэтому я его использовала. Очень хороший бальзам. Он такой с охлаждающим немножко эффектом. И мне нравится качество волос после него. Волосы гладкие-гладкие. Очень классный бальзам. Не знаю, сейчас есть он на Faberlic. Нет. Но если увидите, возьмите, попробуйте. Маска этой серии не понравилась вообще. Она мне вообще ничего не делала. А вот бальзам крутой. Мне прям он вообще очень понравился. Вот суперский. От души. Я уже рассказывала историю, когда мы ездили отдыхать. И я забыла... Ну, негде было помыть голову. Отдыхали на природе, на речке. И я в речке прямо мыла голову. Причем мыло, девчонки, не поверите, жидким мылом. Потому что у меня брала разовый шампунь из собой. Они закончились. Пришлось мыть голову жидким мылом. И с этим бальзамом у меня волосы даже не спутались в обычной речной воде. В холодной речной воде. Бальзам просто пушка. Маска тканевая с экстрактом авокадо из фикс прайса. Тоже тут говорить нечего. Хорошие увлажняющие масочки для лица. В них очень много эссенции. Вот она уже лежит, ждет своего часа. Но там еще эссенции. Если положить сухую маску, там еще достаточное количество эссенции есть. Так, ну и что тут? Все, заканчиваем. Такая потрепанная, заюзанная бутылочка. Это у меня топ от Гель Фавор. Топ для гель-лака. Закончился. Хороший, девчонки, топ. Мне он понравился. Он хорошо наносится, хорошо носится. Нормальный, хороший топ. И последнее. Закончилась у меня туалетная вода от Педе Пари. Обожаю этот сайт. Обожаю их парфюмы. Просто слов нет. Мне очень нравятся. Очень стойкие ароматы. Очень, очень, ну можно сказать, один в один аромат с оригиналом. Это у меня Girl Gone Bad от Killian. Хорошая девочка, мечтает стать плохой. Классный аромат, классный парфюм. Заходите на сайт, кто еще там не был. Выбирайте себе на подарочек, на пробу, близким, любимым. Ой, обожаю, как пахнет. Стойкость прям супер. Хоть на одежде, хоть на теле. Все, девчонки, баночки пустые. Закончились у нас. Вот такая кучка была у нас в январе собрана. Вот сколько всего. Собираем теперь в следующий пакетик. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.